Незламный народ и незламная страна. Продовольственная безопасность – один из ключевых элементов глобальной стабильности. Это то, в чем лидерская роль Украины проявляется наиболее очевидно. Благодаря нашей экспортной зерновой инициативе из наших черноморских портов мы отправили на мировой рынок около 12 миллионов тонн продовольствия – 40 стран мира. Из этого объема более 2,5 миллионов тонн странам, у которых не просто дефицит продовольствия, а жесткий кризис. В рамках продовольственной программы ООН мы помогли странам, где люди буквально голодают или на грани голода. Это в частности Эфиопия, Йемен. Также мы помогли Сомали и Афганистану. И это только начало. Сегодня мы официально объявили о старте нашей новой инициативы – гуманитарной – Grain from Ukraine. И есть договоренности уже со многими партнерами о совместной работе зерно из Украины. Евросоюз, США, Франция, Великобритания, Германия, Япония, Катар, Канада, Норвегия, Нидерланды, Финляндия, Бельгия, Литва, Чехия, Италия, Австрия, Испания, Швеция, Словения, Швейцария и другие. Наш саммит по продовольственной безопасности поддержали более 20 государств. Общая сумма, которую мы уже аккумулировали для Grain from Ukraine – уже около 150 миллионов долларов. Работа продолжается. Готовим до 60 кораблей. «Все мы вместе не просто отправляем украинскую агропродукцию в те страны, которые больше всего страдают от продовольственного кризиса. Мы подтверждаем, что никогда больше голод не должен использоваться как оружие. Если бы не украинское продовольствие, если бы не наше совместное с партнерами лидерство, социальную стабильность в таких регионах, как Север-Африки или Ближний Восток, не удалось бы удержать. Именно этого хотела Россия. Мы должны и можем этого не допустить». Сегодня же я встретился с премьер-министром Бельгии. Обсудили наши совместные действия. И не только ради продовольственной безопасности. Подписали декларацию о поддержке Бельгии полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в НАТО. Это важный сигнал. Обсудили дальнейшее политическое и оборонное взаимодействие, санкции против России, возможности Бельгии помочь нам с прохождением этой зимы. Сегодня же в Киеве прошла встреча Люблинского треугольника на уровне премьер-министров. Украина, Польша и Литва. Подписали совместное заявление о дальнейшей поддержке Украины и международном правопорядке. Поэтому сегодня очень насыщенный дипломатический день. День, который укрепил и Украину, и наших партнеров. За эти сутки наши энергетики продолжили восстановление системы. У нас есть больше возможностей генерировать и поставлять электричество. Но, к сожалению, еще недостаточно, чтобы сделать снабжение полностью стабильным. По состоянию на утро уже вдвое меньше абонентов, чем вчера вечером были отключены от электричества. Однако в 14 областях и в Киеве все еще действуют ограничения для более чем 100 тысяч абонентов в каждом из регионов. Если вечером потребление увеличится, количество отключений может возрасти. Это еще раз свидетельствует о том, как важно сейчас беречь энергию и потреблять ее рационально. Сегодня днем враг нанес ракетный удар по Днепропетровской области, по частному сектору, по обычным домам. Есть раненые, обстреливали Донецкую область, Юг и другие регионы. Россия и этот день, День памяти, превращает в День террора. Окупанты обязательно будут отвечать за все это. И мы выгоним их с нашей земли. И еще одно. Сегодня нам удалось освободить из российского плена еще 12 украинцев. Из них трое гражданские, двое офицеры, семеро это рядовые и сержанты. Только за эту неделю мы вернули в Украину 98 наших людей из плена. Вернем и всех остальных. Я благодарю всех, кто нам помогает. Спасибо каждому лидеру, кто работает вместе с нами ради европейской и глобальной безопасности. Слава нашим воинам и нашему несокрушимому народу. Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину. Слава Украине! И пожалуйста, сегодня почтите память украинцев и украинок, детей и взрослых, чьи жизни унес голодомор геноцид.